Азбест получил полностью укомплектованный автомобиль скорой медицинской помощи класса Б. В настоящее время он готовится к выходу на линию. Губернатор Евгений Куевышев вручил ключи от 37 автомобилей скорой помощи руководителям учреждений здравоохранения Свердловской области. Новые скорые с расширенным набором медицинского оборудования переданы региону в рамках федеральной программы, реализуемой по решению председателя российского правительства Дмитрия Медведева. Одна из первых машин класса Б передана Азбестовской станции скорой помощи. По словам главного врача станции Алексея Степченко, это уже третья машина, полученная Азбестовской скорой в этом году. В то же время ни одна из них не была укомплектована таким серьезным набором медицинского оборудования. Она укомплектована сразу и кардиографом, дефибриллятором, электроотсосом, кислородные баллоны большой и маленький, аппаратом для измерения сахара крови. Тоже это есть в этой машине. Нам раньше надо было, вот приходит машина, мы докупали, то есть кардиографы, дефибрилляторы, или пытались дооснастить машины, которые к нам приходили, для того, чтобы вот такой были комплектации. Здесь уже машина пришла полностью готовая к работе. Но и избыточным оснащение автомобиля не назовешь. Если раньше основной функцией скорой была перевозка, то теперь врач на месте может провести ряд диагностических тестов и целый комплекс реанимационной помощи. В частности, за этот год врачи скорой провели 13 тромболизисов, то есть растворений тромба с помощью лекарственных средств, чего раньше в Азбесте просто не было. Лишнего ничего не бывает, это раз. Во-вторых, вот горно-спасательные носилки. Возьмем вот случай, который произошел, ну, наверное, месяц или полтора назад. Вот девушка сорвалась с борта карьера. Вот эти носилки как раз бы были бы очень кстати, что опустили, положили и подняли. А на других носилках очень тяжело поднять. А здесь, вы представляете, они как корыто. То есть положили, подняли. Как отметил Алексей Степченко, такие федеральные программы – большое подспорье для станций скорой помощи. Ведь срок службы машин 5-7 лет, и автопарк нуждается в постоянном обновлении. В этом году из работы выбили три кареты скорой помощи, которые выработали свой ресурс. К счастью, их удалось заменить новыми машинами. Сейчас полученный по федеральной программе автомобиль готовят к выходу на линию. Документы везутся в ГАИ, чтобы ее нужно поставить на учет, провести необходимые мероприятия для этого, застраховать машину и посмотреть, что там нужно для улучшения, чтобы машина подольше бегала. То есть постелить линолеум, обработать ее снаружи, под крыльями, чтобы кузов коррозии меньше подвергался. И потом мы выпускаем машину на линию, и она работает. Уже по графику, то, что мы сегодня вот так рассчитали, что с 1 ноября она должна выйти на линию. После проведения необходимых процедур и получения госномера машина будет полностью задействована в работе. Татьяна Мельникова, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.